Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2965 многоквартирных домов. Подачу отопления организуют в квартиры, не дожидаясь необходимого температурного минимума. Кроме того, на сегодняшний день отапливаются 746 объектов социальной сферы. Среди них 274 учреждения здравоохранения, 227 детских сада, 218 школ. Отопление включили уже во всех зданиях опеки и попечительства. Обеспечить теплом всю Самару планируют в течение двух недель. Официальный старт отопительного сезона назначен на 5 октября. За сутки в Самарской области зарегистрировали 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в регионе с начала наблюдений – 11 996. В Самаре санитарно-эпидемиологические меры безопасности соблюдают не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования для того, чтобы минимизировать риски заболевания сезонными инфекциями и коронавирусом и предотвратить его распространение. Елена Малютина расскажет о мерах предосторожности. Первым делом, переступив порог детской художественной школы имени Зингера, ученики и преподаватели дезинфицируют руки и измеряют температуру. Здесь учатся художественному мастерству более 2000 детей. Каждый класс начинает занятия в свое время, чтобы разграничить потоки учеников и соблюдать социальную дистанцию. Смены не всегда существовали. Сейчас просто дополнительные меры мы ввели. То есть, если занятия начинают с половины третьего, сейчас есть полчаса интервал. То есть, у кого-то в половину третьего, у кого-то в три. Преподаватели проводят занятия обязательно в масках. Ученики их надевают по желанию. Таких большинство. По всей школе установлены рециркуляторы, которые обеззараживают воздух. Их закупили около десятка. Такие же стоят и в детской музыкальной школе имени Кабалевского. Оборудование было приобретено за счет средств городского бюджета. Для обеззараживания воздуха мы не так давно приобрели рециркулятор передвижной. Он разрешен к применению в присутствии людей. Он может работать до 8 часов. И используем мы его, конечно, ежедневно. В детской музыкальной школе имени Кабалевского с начала пандемии также появились новые правила. Здесь измеряют температуру на входе, как и в других образовательных учреждениях. Надевают маски. Их можно снять только, когда находишься в учебном классе. Стараются соблюдать социальную дистанцию. Дети с признаками простудных заболеваний не допускаются в школу. Были случаи, когда температура 37,2-37,3. Мы звоним, уведомляем родителей. Специально для такого ребенка у нас есть организованное место. И родители приезжают и забирают детей. Не разрешается скопление родителей и ожидание родителями детей в фойе. Многие родители с пониманием относятся также к данным мерам. Во всех учреждениях дополнительного образования ежедневно проходит дезинфекция помещений и всех поверхностей, к которым может прикоснуться человек. Напомним, на территории региона продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Согласно постановлению губернатора, в общественных местах необходимо носить средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию. Рекомендовано сохранять режим самоизоляции людям старше 65 лет и лицам, которые имеют хронические заболевания. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Зеленый город, в котором инновации сочетаются с историческим прошлым. Таким будет дизайн-проект застройки территории, прилегающий к стадиону Самара-арена. Сегодня определился победитель международного конкурса на мастер-план участка. До финала дошли четыре участника, из них эксперты выбрали лучшего. За ходом обсуждения голосования наблюдал Олег Зверев. Из четырех финалистов определился победитель. Консорциум во главе с международной компанией KPMG будет разрабатывать проект застройки территории, прилежащей к стадиону Самара-арена. Так решила профессиональная жюри в ходе голосования. Предложенный мастер-план, разработанный совместно с самарскими учеными, наиболее отвечает духу и времени развития территории. Пока это только модель. Ландшафтное решение в стиле Грин-сити охватывает все стороны жизни. И инновации, и производство, и культуру, и спорт, и жилую застройку. Все это на фоне зеленой зоны, где находится участок. Амбициозная задача решается наиболее оптимально. Окружающая Самара-арена пространства – это 240 гектаров. И такие размеры территории позволяют тщательно спланировать и создать фактически с нуля новый современный район с необходимым социальным, культурным и экономическим назначением. Самара-арена – исторически важная территория. Чемпионат мира по футболу в 2018 году собирал здесь десятки тысяч болельщиков. Многие хотели приехать туда снова. Но пока в неигровые дни площадка практически пустует. Хотя, если обустроить ее на достойном уровне, она смогла бы стать туристическим центром всероссийского значения. В международном конкурсе на мастер-план территории приняли участие более 120 компаний. До финала дошли четыре. Одна из них предложила идею умного города – смарт Самара. Другая – небольшого локального городка. Третья – создание нескольких профильных кластеров. Победивший проект «Зеленого города» был признан самым удачным. Губернатор Дмитрий Азаров предложил сделать акцент на развитии Самарско-Тольяттинской агломерации. При этом учитывая особенности исторической архитектуры. А вот если бы мы подумали, опять же, для идентичности, если бы мы в дальнейшем, это уже поднятно детальная проработка, какие-то реплики известных самарских зданий исторических там разместить, а может быть еще и тольяттинские здания какие-то, там тоже есть свои памятники. Да, это другая эпоха, что называется. На такую идею коллеги с самарскими кварталами меня натолкнули, потому что, еще раз подчеркну, мы можем взять просто готовые здания, де-факто, самарские, известные, и как-то их там попытаются реплики их использовать. По словам представителей консорциума, такой опыт есть. В России много раз приходилось строить по образцу исторической архитектуры, в частности в Казани и Саратове. Учитывая уникальность самарского стиля модерн, работать будет еще интереснее. Все эти элементы, цокольная часть, мансардные этажи, эркера, традиционные материалы, штукатурка, кирпич. Если взять все исторические элементы, но не повторить их буквально, а вот взять их в суть, безусловно, мы хотели бы вот этот и масштаб, и дизайн-код, и какую-то рукотворность, вот эти кирпичные каменные дома, замечательные постройки, где, ну, среда, где приятно находиться. Идея комфортного города, так называют эту концепцию, в которой должны гармонично сочетаться основное, спортивное направление, с историческим прошлым и инновационным будущим Самары. Олег Звери, Василий Колдашов, События. Жизнь нескольких палеотивных детей, живущих в Самарском регионе, станет легче. Им сделали уникальные хирургические операции. Теперь их родителям не нужно тратить много времени, чтобы накормить ребенка через зонт, а для малышей процесс питания станет безболезненным. Подробности в нашем сюжете. Операции провели 9-летней Арине и 3-летнему Герману из Тольятти, а также 4-летней Саше из Самары. У ребят неизлечимые заболевания, они не могут самостоятельно глотать и жевать. На протяжении нескольких лет дети питаются с помощью зонда, который вставляется напрямую в желудок, что некомфортно для малышей и эмоционально тяжело для родителей. Кроме того, менять зонд необходимо каждую неделю, а длительное использование может привести к язве желудка. Теперь им установили баллонную гастростому, которая также подает пищу напрямую в желудок, но с ней можно перемещаться и менять ее достаточно раз в полгода. Вопрос самый главный заключается в том, что это малоинвазивно. Мы отошли от стандартов именно хирургической постановки гастростома, которые были формированы еще в начале 900-х годов. Поэтому сейчас это малоинвазивно с учетом всей техники, которая есть в данной больнице, современной именно. Мы ставим за 10 минут маленькую пуговку, оперируем, ставим маленькую, как называют, любят ее, пуговку, и через которую уже через 6 часов мы можем пациента кормить с различными заболеваниями и тяжестями. Операции провел московский врач-эндоскопист Илья Захаров. Он приехал в Самарскую область по приглашению ведущей программы нашего телеканала «Право на маму» и директора благотворительного фонда «ЕВИТО» Ольги Шелест. Это уже не первый визит доктора к самарским пациентам. В 2019 году Захаров приезжал ставить гастростомы и проводить обучающие мастер-классы в больницу Середавина. На этот раз опытом он поделился с коллегами из Тольятти. Наши доктора уже в прошлом году в Самаре присутствовали на мастер-классах. В этом году своими руками под руководством Ильи Владимировича Захарова смогли провести эту операцию. И гастростомы позволяют улучшить качество жизни палеотивных больных в разы. Это не зонт, который нужно каждый день вставить, убрать, вставить, убрать. А это кнопочка в животе, через которую можно вводить и лекарственные препараты, и лечебное питание. И ребенок быстро набирает вес. Все три операции прошли успешно. Но уже через полчаса после хирургического вмешательства малышей перевели в палаты, где их ждали родители. Виктория Шарая, События. Почти 55 тысяч жалоб в год в шестом кассационном суде общей юрисдикции подвели итоги первого года работы. Напомню, этот суд открылся в октябре 2019 года. Он принимает кассационные жалобы из девяти субъектов – Кировской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей, а также Башкортостана, Татарстана, Удмуртской, Чувашской республик и Марии Эл. Как работал суд в период пандемии и сколько рассмотрели дел, узнала Светлана Кудрявцева. В шестой кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в Самаре, поступает корреспонденция из судов первой инстанции девяти регионов России. Одни дела занимают десятки страниц, другие – до пятисот томов. Их сортируют по направлениям гражданские, уголовные и административные. Этот суд, появившийся в городе ровно год назад, стал самым большим в системе вновь созданных кассационных судов в стране. Здесь в штатном расписании числятся 127 судей и 232 государственных служащих. Объем работы большой, только за первый год на рассмотрение поступило почти 55 тысяч кассационных жалоб. Об этом председатель суда и представители судейских коллегий рассказали журналистам на пресс-конференции. Эта цифра свидетельствует о том, что суд востребован гражданским обществом. Он полноценно выполняет свои задачи по обеспечению доступа граждан и организаций к судебной защите. С начала работы в суде рассмотрели 2,5 тысячи жалоб по административному производству, более 8 тысяч по нарушениям административно-правового кодекса, 17,5 тысяч кассаций по уголовным делам и 25 800 жалоб по гражданским. В период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса суд работал в особом порядке. И сейчас масочный режим в здании сохраняется, все тщательно дезинфицируют. Закон позволяет рассматривать дела и по видеоконференц-связи. За год работы по ВКС рассмотрели каждое десятое дело. У нас все залы судебного заседания оборудованы в системе видеоконференц-связи. А один из залов, вот из них, он оборудован оборудованием, позволяющим проводить веб-судебные заседания через сайт госуслуг и газправосудия. То есть по смартфону с подключением до 60 участников одновременно. По всему миру мы можем проводить вот такое. Кроме того, здание построено таким образом, что работники суда не пересекаются с посетителями. Они ходят по особым судейским коридорам. Предусмотрена и возможность присутствия на заседаниях осужденных. Их привозят в конвойный дворик. Транспортируют на минус второй этаж, где размещены специальные камеры для людей, находящихся под стражей. Особенность помещений в том, что отапливаются только полы и нет батарей. Особо секретное заседание проходит в специальном зале, где отсутствует мобильная связь, а стены не соприкасаются с внешними стенами здания. Главное правило – соблюдать безопасность на всех уровнях, не нарушая при этом ничьих прав и восстанавливая справедливость. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Аналитики Яндекса узнали, какой автомобиль обходится дешевле в обслуживании после покупки. А Самарская область займет у банков более 8 миллиардов рублей. Подробности в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Самарская область в этом году планирует занять у банков более 8 миллиардов рублей. На рефинансирование данных кредитов, срок погашения которых должен составить 1-2 года, в 2021 привлекут еще 5 миллиардов рублей, а в 2022 году 1 миллиард 800 миллионов. Это следует из проекта корректировок областного бюджета. Документ внесли в Губдуму. В региональном парламенте заявили, что до конца года сокращение поступлений по налогу на прибыль может составить 13,5 миллиардов рублей, а общие потери областного бюджета, образовавшиеся из-за ситуации с коронавирусом, дойдут до 23 миллиардов рублей. Отмечу, что с 2017 года регион активно снижал уровень госдолга, в частности, замещая банковские кредиты заимствованиями из федерального бюджета. Сейчас у Самарской области нет долгов по кредитам перед банками. При этом, три года назад их объем составлял 17 с лишним миллиардов рублей. По данным регионального Минфина, на 1 сентября сумма госдолга региона более 52 миллиардов рублей, из которых почти 17,5 приходится на суды и кредиты из федерального бюджета и еще 34 миллиарда 800 миллионов на облигации. Меньше всего денег на содержание и эксплуатацию своего автомобиля тратят владельцы «Лады Гранте». Это посчитали аналитики Яндекса. В частности, в течение трех лет после покупки содержание этого автомобиля обходится в 13 тысяч рублей в месяц. Самая большая статья расходов – амортизация, на которой в среднем приходится 53% потерь. Затратным также является каска – 22% и топливо – 13%. Исследователи отметили, что не учитывали расходы на ремонт, парковку, возможные штрафы и проценты по кредиту. А всего аналитики рассмотрели 116 отечественных и зарубежных моделей в популярных комплектациях. Второе место в списке самых дешевых по владению автомобилей в России занял седан «Датсун Ондо». А третье место досталось внедорожнику ВАЗ-2121. Но дороже всего обходится заряженный «Гелендваген», владелец которого теряет в месяц примерно 350 тысяч рублей. Из них 272 тысячи на амортизации. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 78 рублей 81 копейка. Он прибавил 81 копейку. Евро – 91 рубль и 58 копеек. Европейская валюта увеличилась на 85 копеек. Нефть марки «Брент» на 16 часов. 2 октября стоит 40 долларов и 96 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Завершили работы на месяц раньше. В Самарской области отремонтировали дорогу Курумыч-Новый Буян-Старая Бинарадка. Подрядчики проложили 10 километров 700 метров нового асфальтового покрытия. Какие еще дороги ремонтируют в регионе и какие на это выделены средства – в нашем сюжете. Областные власти принимают новую дорогу Курумыч-Новый Буян-Старая Бинарадка. Работы начались 2 июня и сейчас уже завершены – на месяц раньше запланированного контрактом срока. За это время удалось проложить 10 километров 700 метров нового асфальтового покрытия. На эти цели было выделено 158 миллионов рублей. По словам подрядчика, работать было трудно только первые 4 километра. Мешали большегрузы, которые круглосуточно вывозят песок из расположенного неподалеку карьера. Существующая дорога до ремонта была в недовольтворительном состоянии. Здесь было некогда однослойное покрытие, которое уже со временем и под транспортом большегрузным привели вообще в негодное состояние. Ямы, кромки съеденные до обочины. В Ставропольском районе регионы работы велись на трех дорогах. В начале сезона губернатор Дмитрий Азаров поручил завершить к началу осени все объекты, чтобы не пришлось, как в прежние годы, класть асфальт в ноябре по свежему снегу, что резко снижает качество работ. В итоге в сроки уложились. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт у нас на 100%, которые были заключены в текущем году со сроком ввода объекта в 1 октябрь, они завершены. Контрольная точка, поставленная губернатором, она выполнена. В этом году в Самарской области с федерального бюджета поступило 1 млрд 341 млн рублей дополнительных средств, которые позволили завершить строительство одной дороги уже в этом году, хотя сдача объекта была намечена на следующий, а также сдвинуть сроки сдачи еще двух дорог на год ранее. Кроме того, еще полтора миллиарда рублей федеральных денег получены на завершение второго этапа Фрунзенского моста. А в 2023 году планируют достроить мост через Климовку, который для региона стратегически важен, поскольку позволят проезжать автотранспорту в обход Тольятти на Казахстан через Оренбург. Дорога через Гресс уже не справляется с потоком курсирующих по ней большегрузов. Виктория Шарая, События. Ремонтные работы на улице Старозагора в Самаре выполнили уже на 98%. Улицу приводят в порядок комплексно, то есть ремонтируют не только саму дорогу, но и тротуары, бортовые камни, парковки, газоны и инженерные коммуникации. Какой будет одна из главных транспортных артерий города, узнала Мария Левина. Анатолий Юматов живет на улице Старозагора уже почти полвека. Помнит ее еще в советские времена. Тогда, рассказывает мужчина, это был красивый прогулочный бульвар. В последние годы дорога и тротуар пришли в негодность. Участок латали, перекладывали верхние слои асфальта. Последний раз в 2013-м. Но улица все равно требовала полноценного комплексного ремонта. Такая возможность появилась в прошлом году. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Тогда в порядок привели дорогу от советской армии до Воронежской. В этом году пошли дальше. Меня вообще давно уже это радует. Говорю, слава богу, за этот участок взялись. Вот, там сделали. Вот здесь сегодня иду в магазин. Вы знаете, слышу что-то шумит, думаю, на асфальт кладут. Точно. И вот смотрю, прям, ну как это говорится, желание в руку. В этом году строители ремонтируют участок до Ташкентской. Сегодня работы выполнены уже на 98%. Здесь появилась не только фактически новая дорога и пешеходные бульвары, но и отремонтированные парковки и инженерные коммуникации. Заменили бортовой камень, высадили газоны и установили новые дорожные знаки. Сейчас рабочие занимаются асфальтированием пешеходных дорожек на перекрестке улиц Старозагора и Воронежской. Много было просьб жителей отремонтировать данную улицу, потому что данная улица является основной артерией, связующей центр города с ее окраином, с металлургом и прочим. Поэтому было принято решение выполнить ремонт данной улицы, комплексной именно, то есть заменой тротуаров и всего, чтобы как бы людям было комфортно. С подрядчиком заключили так называемый договор жизненного цикла. Это значит, что ему необходимо содержать дорогу и пешеходные зоны и восстанавливать их, если возникнет такая необходимость, и после окончания ремонтных работ. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Накануне Дня учителя в Самаре организована акция «Растем вместе». Первоклассники вместе с учителями и представителями общественного движения «Люди дела» посадили около школ десятки деревьев. Организация «Люди дела» объединяет депутатов внутри городских районов и социально активных жителей Самары для совместного решения социальных вопросов, благоустройства территории и помощи людям. Стоит отметить, что деятельность общественного движения поддержана главой Самары Еленой Лапушкиной. В настоящее время в копилке добрых дел уже благоустроенные дворы, отремонтированные детские и спортивные площадки, экологические акции. Андрей Горгуленко продолжит. Высадка деревьев проходит строго по правилам. Сначала поставить саженец в яму, полить водой и аккуратно закопать. Затем привязать молодое дерево к упору, чтобы оно росло вверх и не падало. Первоклассники дружно выполняют нужные инструкции под присмотром взрослых. У каждого класса свое дерево. Возле него будут проводить уроки экологии, на которых школьники будут учиться ухаживать за растениями. Контролировать рост своего дерева ученики будут до своего выпускного. Сегодня наши школы нуждаются в том, чтобы учить ребенка не только в классе, но и воспитывать. А именно такими добрыми делами, посредством общения с людьми напрямую, зарождая новые традиции, мы воспитываем человека, гражданина. За период обучения дерево будет расти, ребята будут за ним ухаживать. Мы вот даже их мотивируем. Говорю, будете учиться на пятерке, дерево будет расти лучше. Детям это нравится. Первой акцией, которую планируют сделать традиционной, участие приняли 11 городских школ. Конечно, мы очень рады, что мы оказались в числе этих школ, которым предоставилась такая возможность, и что в нашем школьном дворе мы посадим замечательные рябины. Акция «Растем вместе» – одна из первых, которую проводят участники проекта «Люди-дела». Молодые инициативные люди намерены проводить множество патриотических, социальных и экологических акций и праздников. Мы планируем заниматься развитием социальной осознанности, культуры социальной осознанности, чтобы люди не просто, допустим, сажали деревья, но понимали, что сажают они для себя, для своих детей, для своего города, для того, чтобы было уютно и комфортно жить в том пространстве, в котором мы находимся. Далее «Люди-дела» планируют еще одну акцию, посвященную Дню Учителей, связанную с благоустройством города. Но ее активисты пока держат в тайне. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. В Самаре открылась сельскохозяйственная ярмарка на пересечении улиц Киевска и Тухачевского. Продают свою продукцию как местные производители, так и аграрии из других регионов. Всего в этом году работает пять сезонных рынков. Цены сравнила Елена Малютина. Рядом с прилавком пенсионерки Людмилы Шустова идет бойкая торговля. Три раза в неделю она приезжает на ярмарку в Самару из области. Продает только то, что вырастила на своем огороде и травы, которые собрала на полях. Людмила Юрьевна говорит, здесь можно представить свою продукцию для широкого круга людей и найти постоянных покупателей, а заодно и пообщаться. На ярмарке у музея Алабина для продавцов благоустроили 210 мест, из них 50 бесплатных для пенсионеров. Облепиху, яблоки, это все свое, все экологически чистые зоны у нас. Трава тоже с наших полей, самарской луки, народ просим полиции, они тоже смотрят, что продают свое. В Самаре в этом году работают пять традиционных сельскохозяйственных ярмарок. Жители могут купить как продукцию местных производителей, так и из Саратовской, Волгоградской и Ульяновской областей. Олег Макарычев приехал в Самару из Мурманска четыре года назад. Много лет занимается торговлей морепродуктами. Красную икру он привозит и продает с западного побережья Камчатки. На сегодняшний день городские ярмарки открывают хорошие перспективы и финансовые заработки для предпринимателей, для совсем малого бизнеса, поскольку здесь большое скопление людей, это раз. А для непосредственно потребителя, для покупателя, он может выбрать очень качественный продукт, начиная от икры, заканчивая картошкой, зеленью. Это есть и местные производители, есть и близлежащие какие-то регионы. Пасечник с 10-летним стажем Петр Головко на городской ярмарке также частый гость. В этом году у него хороший медосбор, поэтому он решил в день пожилого человека продать мед подешевле. Его он привез из Красноярского района. Занимаюсь профессионально, очень интересное занятие, так сказать, как пуля пролетела, застряла, и теперь я себя не представляю, не вижу вне пасеки. Занятие очень мне нравится. Ну да, приходится отдавать всю душу, наверное, как это говорится. Постоянные покупатели как раз идут именно отсюда, с ярмарки. Он попробовал твой мед, он понравился человеку. Ярмарка – это вообще… Без нее вообще нельзя, так скажем, потому что мы продаем свою продукцию, это результат моего труда. Мой, так сказать, экзамен, то, что вот я сделал за год, вот и покупатели оценивают. На ярмарке представлен широкий ассортимент продуктов. Здесь есть из чего выбрать, поэтому и покупателей хватает. Они лавируют от одного прилавка к другому. Многие здесь совершают покупки регулярно. Во-первых, это все получается немножко дешевле, качественнее гораздо получается. Вот, и даже вот для пенсионеров выбор очень богатый. Потому что если магазины даже большие, вот я имею в виду, ну, большие супермаркеты, там не все возьмешь. Ну, и погода хорошая. У меня вот мама, например, пожилой человек. Она, во-первых, это место общения, как бы мы ни хотели. Для них это праздник такой, знаете, души. Потом здесь всегда мы знаем, что это свои, наши. Приехали из районов, это те же наши родственники. Потом это всегда можно посмотреть, попробовать. Мне кажется, это очень полезное дело, полезное и нужное для наших горожан. Новая ярмарка открылась и на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Здесь благоустроили 40 мест. Зарегистрироваться никогда не поздно. Ярмарк – это живой организм. То есть у нас кто-то уже продал урожай, уехал, место освободилось. Соответственно, следующий в очереди туда встает, на его место. Если кто-то вдруг не смог приехать, там сломался машина или что-то, соответственно, место пустовать не должно. Забронировать место для торговли можно по телефону, который указан на экране, либо обратиться на ярмарке к администратору. Торговые ряды будут работать до первых холодов. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Увидеть схватку красноармейцев и белочехов, побывать на штаб-квартире командарма и пострелять из маузера. В Самаре стартовал межрегиональный военно-исторический фестиваль «Ожившие страницы истории». На три дня горожане смогут стать свидетелями столетней давности – событий, происходивших в столице губернии во время Великой Октябрьской революции. На открытие исторического праздника побывала Гульфия Сафина. У входа в музей Фрунзе развернулась одна из интерактивных площадок фестиваля «Ожившие страницы истории». Вот так просто, никуда не записываясь, можно прийти и пострелять, правда, ненастоящими пулями из нагана – символа Отечественной революции. Применялся во время Первой мировой войны, Гражданской войны, во время Великой Отечественной войны. Оружие простое, очень надежное, убойное. Я же решила попробовать себя в стрельбе из автоматического пистолета системы «Маузер». Из такого же стрелял в свои годы Семен Буден, а также все командармы Красной армии. Для безопасности обязательно надеваю защитные очки. Поехали! Назад прошлое ли? Как стать свидетелем времени перемен? Организаторы фестиваля предлагают вспомнить ключевые эпизоды истории столетней давности – изгнание чехословацких легионеров из столицы губернии и установку в городе Красного Знамени. Реконструируем те события, которые происходили в городе, именно на тех площадках, которые помнят еще то, что это было в 18-х годах. Достаточно такая тема интересная, и она затрагивает почти всех жителей Самары, потому что вот эта борьба, противостояние, оно затронуло всех. И показало, что это не стоит того, что было затрачено на это, и те жертвы, которые нам приносились. То есть единство и стабильность государства – это всегда сила, мощь, и нам хорошо тоже всем. До 4 октября можно посетить штаб-квартиру командарма Михаила Фрунзе и увидеть реальные фотографии революционной Самары. Пострелять из оружия того времени, пройтись по маршрутам Красной Славы и увидеть, как сражались за Волжскую столицу красные и белые. Взрывы, бомб, сабельные атаки, выстрелы, разве что кавалерии только не будет. Это всегда людей привлекало во все времена, это военная тематика всегда людям была интересна. Тем более, когда такие грандиозные события происходят на твоей родной земле, и когда такие исторические события реконструируются, которые происходили на твоей родной земле уже более ста лет назад. Реконструкция боя за Самару воспроизводится уже 30 лет. Ежегодно увидеть ее переезжают гости со всей России. В этом году импровизированные битвы пройдут субботу, 3 октября, на участке улицы Ленинской, от Рабочей до Красноармейской. Там, где и разворачивались важнейшие исторические события 102 года назад. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, на сайте телеканала Самара Гис и в соцсетях. Все вам доброго и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова